Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем наши лекции и тема «Какое образование нужно современной молодежи? Инновационна ли новая реформа образования по своей сути?» Человеческий капитал формируется путем инвестиций в человека в виде затрат на его образование. Я думаю, что эта мысль понятна и понятно, наверное, почему мы сегодня говорим об образовании. Потому что в предыдущих лекциях мы говорили о модернизации, об инновационном пути развития, мы говорили о возможностях России, о преимуществах, которые у нас есть. Но мы практически не отвечали на вопрос, а кто все это должен сделать? Постараемся ответить на этот вопрос. Образованность людей – это всего лишь термин, но от него зависит прорыв в инновационную экономику. Итак, что мы имеем? Мы имеем некое общее название – производственные процессы. Есть три уровня образованности людей. Это очень общие уровни, но они очень показательны. Это среднее образование, можно сказать, рабочие, высшее образование – служащие и поствысшее образование – ученые. Эта градация была опубликована в целом в ряде средств массовой информации, в том числе и в журнале «Экономические стратегии». Очень интересные статьи на эту тему. Но это действительно абсолютно правильная градация. При производстве новых технологий образованность труда выше, чем в традиционном производстве. И мы очень часто теряем вот эту планочку, грань. А на самом деле, наверное, этой грани и нет. Где рабочие, где служащие, где ученые – все пересекается. И сегодня на должности рабочих могут работать очень образованные люди с высшим образованием, потому что изменилась техника, потому что изменилось оборудование. И той степени обучения, которая была раньше, недостаточно иногда для того, чтобы занимать даже должности уровня рабочих. О чем говорит мировой опыт? А мировой опыт говорит о том, что основной прирост занятости приходится на профессии с преобладанием интеллектуального труда. В США – это 85%, в Великобритании – 89%, в Японии – 90%. Теперь о прогнозе. А прогноз может быть выражен буквально несколькими словами. Движение к экономике основано на знаниях. Мы об этом уже тоже с вами говорили. Что является базой такой экономики? А база – это производство, распространение и использование знаний и информации. При общем увеличении числа рабочих мест на 25%, занятость в сфере высоких технологий увеличится на 40-75%. Мои студенты задают мне вопрос о занятости очень часто. Естественно, они сегодня учатся, а завтра они должны найти себя на рынке труда. Они говорят, куда идти, куда приложить свои силы. Достаточно ли то образование, которое мы получаем, для того, чтобы найти свою нишу на рынке труда. Цифры говорят о том, что именно занятость в сфере высоких технологий – это будущий тренд, будущее развитие. Но для того, чтобы это было именно так, нужно решить массу вопросов, о которых мы с вами уже говорили на предыдущих лекциях. Что должны понимать руководители государств? И не только российского государства, а практически руководители всех государств мира. Они должны понимать, что производство знаний требует более высокой образованности труда, чем все остальные производства. Какие-то страны это уже понимают, какие-то страны находятся на пути к пониманию. Где же находится Россия? Конечно, на пути к пониманию. Путь длинный, тернистый, но неизбежный. А вот чего не понимают очень многие руководители и очень многие ответственные люди. Не понимают, что образование – наиболее производительная и инвестиционно-активная сфера. Образование – это экономическая область. Очень часто образование считают чисто социальной сферой. Это неправильно. Образование создает, сегодня это уже так, создает главный экономический продукт. Реальная общественная значимость образования не имеет измерения. Примеры. Примеры, например, Индия, Китай. В Индии несколько лет назад образование было объявлено программой номер один. Направлением развития номер один. Это было всего лишь 10, может быть, 15 лет назад. Но сегодня в Индии уже 200 миллионов человек в этой огромной стране живет на уровне среднего класса. А была очень нищая страна. Сегодня учатся все деревенские дети. Сегодня в Индии, в одном только Вангалоре, городе высоких технологий, работает 140 тысяч программистов высочайшего мирового уровня. Вот что такое образование. И невозможно решить все сразу, все проблемы сразу. Поэтому выбирается самое главное. С моей точки зрения, в свое время Индия сделала абсолютно правильный шаг. Сегодня огромное внимание образованию начал уделять Китай. Это не такой уж долгий путь у Китая. Это последние тенденции, последние веяния. Китайцы сегодня обучают своих студентов во многих развитых странах мира, и в США, и в Великобритании, и во Франции. А потом обратно, как гигантский пылесос, втягивают их в Китай. Для этого там существуют механизмы. И эти механизмы настолько серьезны, что это невозможно нарушить. Но Китай не просто втягивает обратно уже обучившихся студентов, обучившихся специалистов. Он создает им условия. Обязательно жилье и заработная плата для молодых специалистов отнюдь не маленькая. Это в среднем 2-2,5 тысячи долларов в месяц. И охотно приезжают обратно работать на свою родину китайцы, которые обучились в современных мировых университетах. Да и в самом Китае постоянно поднимается и повышается уровень образованности. Я даже уже не говорю образования. Где находимся мы сейчас? Мы находимся, наверное, в самом начале реформы, которая для России является реформой. Болонское соглашение. Что же это такое? Ключевые условия Болонского соглашения – это двухступенчатая система образования, бакалавриат и магистратура. Это организация и аккредитация учебных заведений. Это введение системы зачетных единиц и учета часов, изучаемых дисциплин, принятой в Европе. Да, конечно, это реформа. Для России это реформа образования. Против этой реформы образования выступали очень многие наши видные руководители вузов, ученые. И выступали достаточно обоснованно. Мы считаем, особенно люди, которые учились во времена Советского Союза, мы считаем, что в Советском Союзе был очень высокий уровень образования. И у нас нет оснований сомневаться в том, что, учащаясь в Советском Союзе, мы стали несовременными и малообразованными специалистами. Это совсем не так. А вот что принесет нам новая реформа? Она, конечно, полезна с точки зрения вступления России как равного и равноправного партнера на европейский рынок, на рынок развитых стран. Потому что наши специалисты будут приниматься на работу уже как специалисты, обучающиеся по современной, принятой в Европе системе, в Европе, в Соединенных Штатах Америки и так далее. Но у нас есть определенные сомнения в том, что такая реформа приведет к быстрому и существенному росту образованности людей. Я была в числе тех, кто выступал против единого государственного экзамена. Может быть, я ошибалась, но таких людей было очень и очень много. Плохо приживаются очень многие современные тенденции на нашей почве. Потому что нам бы хотелось готовить специалистов все-таки для отечественного рынка, для развития собственной страны. А реформы, которые сейчас внедряются, они готовят специалистов, которые будут работать на мировом уровне. Мне кажется, та идеология, которую применяет сейчас Китай, она более существенна, и она способна решить гораздо больше задач. Потому что специалисты могут обучаться в любых университетах. Вопрос только в том, чтобы они вернулись обратно и работали на благо своей страны. Что необходимо для встраивания в глобальную экономику? Быстрое освоение самых передовых образцов мировой технической культуры. В том числе информационных, финансовых, обучающих, социальных технологий. А что необходимо для обеспечения потребностей российского бизнеса? В первую очередь подготовка специалистов, соответствующих новым профессиям, которые нужны рынку сегодня. На этом бы мне хотелось остановиться немножко подробнее. Уже сейчас опросы реальных руководителей компаний в России показывают одну не очень приятную тенденцию. Появилось очень много специальностей. Сегодня эти специальности появились даже в справочнике Роструда. Очень много новых специальностей. Но, к сожалению, бизнес видит, что он не может найти специалистов по тем специальностям и профессиям, которые нужны бизнесу. То есть попадают профессии, которым сегодня обучают в вузах, очень многие профессии попадают между рынком. Они не обеспечивают реальных потребностей бизнеса. Обеспечивают ли они реальные потребности государства? Мы уже говорили о том, что сегодня огромное количество студентов учатся на факультетах государственного и муниципального управления. Например. Казалось бы, должно обеспечивать потребности государства молодых, новых, креативных специалистов, государственных служащих. Так ли это на самом деле? И так ли учат на факультетах государственного и муниципального управления? И найдет ли себя эта огромная масса людей, найдет ли себя именно там, для чего готовят этих специалистов? Конечно же, нет. Когда происходит переизбыток каких-то специальностей и профессий, это на пользу не идет ни тем, кто обучается, ни тем, кто ищет специалистов на рынке труда. И мне кажется, что здесь происходит определенное непонимание со стороны и государства, и бизнес-сообщества. Потому что если бизнес-сообщество хочет получить специалистов именно тех профессий, которые нужны, хочет получить квалифицированных специалистов, оно должно участвовать в процессе образования. Не должно пускать на самотек реформу образования. Должно давать заказ на специалистов, заказ вузам, заказ государству. Образование создает самый дорогой и самый ценный вид стоимости. Еще раз хочу повторить, что образование – экономическая категория. И значимость, и стоимость образования невозможно переоценить. Образование – это инвестиции в будущее, конкретно просчитываемые и многократно возвратные инвестиции. Вот они, инвестиции. Человеческий капитал. Мы говорили об этом в наших лекциях. 70-80% всего, что создается в мире сегодня – это человеческий, это интеллектуальный капитал. И дальше процесс будет только нарастать. И востребованность именно человеческого капитала, именно интеллектуального капитала будет неизмерима, не соизмерима ни с какими другими видами работ. Вот. Одно из самых главных направлений развития образования – безусловно, поддержка вузовской науки, создание при университетах исследовательских центров и современных лабораторий. Безусловно, важнейшее направление. Но вот что бы я хотела сказать. Я училась во времена Советского Союза. И тот вуз, которым я училась, я училась не в одном вузе. В вузе были исследовательские лаборатории, технические центры. И вузовская наука развивалась. Никто не называл это реформой. Это были, само собой, разумеющиеся явления. Просто эти технические вузы, они создавали науку и создавали лаборатории для того, чтобы готовить специалистов, не теоретиков, а практиков. Теории также нужна практика, как прикладной науки, фундаментальная. И новый виток технического образования, инженерная революция, сегодня совершенно необходима России. В 40-х годах прошлого века Беренхайм, это ученый, политолог, изобрел термин – менеджерская революция. Он очень высоко поднял планку управленцев, менеджеров. Была создана целая теория управленческой революции, менеджерской революции. И эта теория сегодня себя оправдала. Огромное количество менеджеров в мире работают на очень высоком уровне. У них высокий статус. В России когда-то очень высоко ценился инженерный труд. Инженер-путеец, например, в царской России – это был богатейший человек, причем весьма уважаемый человек. И вообще инженерная наука чрезвычайно ценилась всегда. Мы ее, к сожалению, потеряли. Новые изобретения, инновационные продукты не падают с неба, не заносятся на Землю пришельцами с других планет. Новые изобретения создаются образованными людьми. Они создаются профессионалами. Я специально выделила это ключевое слово – профессионализм. Как часто мы страдаем от отсутствия профессионализма? Чего бы это ни касалось? Инженерной науки, техники, медицины, образование. Могут ли дать хорошее образование студентам непрофессиональные люди? Могут ли хорошо лечить непрофессиональные медики, которые покупают свой диплом, например, или платят деньги за сдачу зачетов и экзаменов? Да, безусловно, нет. Но часто это становится, к сожалению, нормой. Профессионализм – это главное слово. Модернизационный проект «Россия. 21 век» может быть успешным, если мы все, наше общество, примем его как миссию России, как цель ее движения в будущее. По одну сторону баррикад – модернизация, а это грамотная промышленная политика государства, преодоление проклятия сырьевой иглы. Я недаром именно здесь говорю о грамотной промышленной политике государства, потому что до сих пор промышленная политика не в приоритете государства. Мы говорим о модернизации, не имея федерального закона о государственной промышленной политике. То есть мы не знаем направления движения, не знаем тренда. И сегодня, когда приходит новый руководитель в город, например, сегодня у нас в Москве новый руководитель пришел, и никто пока еще не слышал от него слово «промышленность», а потому что нет государственной задачи. А задача появляется тогда, когда появляется закон, когда появляется тот главный нормативный документ, который должен являться основой для развития промышленности. Модернизация – это поддержка фундаментальной науки, поддержка прикладной науки, образования, здравоохранения и культуры. А что же тогда инновации? А инновации – это механизм, инструмент модернизации. И начинаются они с нового мышления, с расширения нашего сознания. И об этом я тоже бы хотела поговорить. В теме нашей лекции был задан вопрос. Модернизационна ли сама реформа образования? И нам придется ответить на этот вопрос, если мы хотим, чтобы модернизационный проект «Россия XXI век» был успешным. Ведь сказав слово «реформа», обозначив какие-то основные направления реформы, в данном случае они понятны, это переход на двухступенчатую систему, Болонское соглашение. Это не значит, что мы задали вектор для подготовки самих преподавателей, профессоров. И вот здесь у меня тоже есть очень большая печаль. Не так давно я столкнулась в очередной раз с уникальным совершенно водителем такси, профессором, доктором наук, который закончил Бауманский, он еще в молодом возрасте, на заработную плату профессора, преподавателя. Он не может содержать семью. И он ушел в такси. Государство затратило огромные деньги для того, чтобы подготовить такого специалиста, такого уровня. А потом этот специалист уходит в низшую сферу, в обслуживание. А мы говорим о необходимости инженерной революции. Ведь тот же самый Бауманский университет, это технический университет, их всего пять в России, высочайшего уровня. Но сегодня для инженерных специальностей только бакалавриат, нет магистратуры. Значит, мы говорим о том, что машиностроение, промышленность не входит в приоритеты государства. Да, информационные технологии, биотехнологии, новая медицина, новая физика, все что угодно, но там нет машиностроения, там нет базовых отраслей. На чем тогда будет строиться посыл к развитию инженерной науки? Безусловно, в прежние времена в Советском Союзе был переизбыток инженеров, был переизбыток технологов. Но ведь самое главное, чтобы соблюдался баланс рынок сегодня требует этих специальностей. Рынку это сегодня необходимо. А вузы не выпускают то количество инженеров, техников, технологов, которые сегодня нужны рынку. Они нужны, поверьте. Потому что ни о какой модернизации не может быть и речи, если не будет выстроена эта грамотная промышленная политика. Пусть это будет политика, промышленная политика новых технологий, высоких технологий, хай-тек, хай-кьюм. Называйте это как угодно. Но это должно быть. Это просто необходимо. И тогда и проект модернизационный приобретает совершенно иной смысл. Мы проводим модернизацию, мы улучшаем всю среду, в которой существует промышленность, меняем оборудование, производим оптимизацию этой промышленности. Но одновременно включается механизм инноваций. И делается это все с помощью инновационного мышления, инновационного управления и инновационных технологий. Тоже понятная, абсолютно понятная мысль. Когда нам говорят, что надо, мы все понимаем, да, надо. Но когда нам при этом не говорят, как, тогда и не хочется говорить о том, что надо. Потому что, что надо, знают все, как надо, какие инструменты, какие механизмы применять, это часто остается терра инкогнито, землей непознанной. Те самые простые вещи, что нужно менять нашу всю базу, изношенную производственную базу, но менять ее уже с помощью новых технологий, создавать уже с помощью новых инструментов и механизмов. И тогда модернизация инноваций по одну сторону баррикад. Спасибо большое за то, что вы так внимательно прослушали этот курс. До свидания.